всем привет мои куколки красотки красавицы ну и конечно же красавцы меня зовут алена и я очень рада видеть именно вас на своем канале сегодняшним видео будет очередная подборка крутой бюджетной косметики и если вас интересует данная тема то обязательно оставайтесь со мной первое с чего я хочу начать это с возвращения моего любимого бренда herbal essences и на самом деле я купила себе два шампуня на пробу и также у меня тут есть девчонки бальзам и маска давайте начнем с шампуней у них есть просто масса всяких линеек но вот я насчитала штук 8 9 так точно может быть их и побольше будет восстановление объема от выпадения еще что-то я взяла себе с медом и манукой и с марокканским органовым маслом вот так вот выглядят эти два шампуня один у нас формат большой 400 миллилитров продается сейчас абсолютно везде в любых супер гипермаркетах и что могу сказать и точно такой же шампунь в объеме 250 миллилитров только у нас идет интенсивное восстановление марокканское органовое масло вот так то выглядит по эффекту тут нам производитель заявляет что тут нет никаких там парабенов краситель да и тому подобное по эффекту эти два шампуня обладают очень очень приятным ароматом у органового масла такой сладковато горьковатый привкус привкус как будто их ем запах а у меда мануки очень очень сладкий отдушка на волосах не остается эти шампуни прекрасно моют волосы они их не утяжеляет что тот что тот по крайней мере что я пробовала они не они не утяжеляют волосы они прекрасно подойдут для тонких ослабленных волос то есть ну как бы шампуни как шампуни они прекрасно моют и не пересушивают волосы что немаловажно что по поводу кондиционеров и кстати да однозначно я могу их рекомендовать потому что мне они понравились я еще возьму какой-нибудь третий вид на пробу по поводу кондиционера если использовать просто шампунь и кондиционер да просто будет легкий такой эффект увлажненных волос увлажненных легко расчесывающихся но нет такого чтобы по хардкору попитать волосы поэтому лучше брать мне шампунь и кондиционер опять же если вы не обладательницы тонких волос лучше брать шампунь и маску в данной ситуации по поводу кондиционера глубокое восстановление тоже бальзам ополаскиватель точнее мед и манука чем отличается но бальзам так фокус чем отличается бальзам ополаскиватель от кондиционер кондиционера просто распутывает волосы дарит легкое расчесывание бальзам ополаскиватель это что-то среднее между бальзамом и кондиционером как бы распутывает и ладно да он действует именно так но эта парочка мне очень понравилась, и однозначно могу рекомендовать тонким, ослабленным, не сильно поврежденным волосам. По поводу, ну, если, конечно, у вас поврежденные волосы захотите попробовать, пробуйте шампунь и маску, может быть, вам тоже подойдет. Что по поводу маски? Маску я израсходовала, видите, фактически всю, меньше половины осталось, 250 мл, как и у шампуня, маска густая, маска приятно пахнет, она хорошо распределяется по волосам, у нее достаточно экономичный расход, и она за, сколько я ее держала в душе, где-то 5-7 минут, я наносила прямо после шампуня, сразу на чуть-чуть отжимала волосы, наносила эту маску, затем просто вот так вот руками как бы расчесывала, и все, я оставляла на 5-7 минут. Она прекрасно увлажняет волосы, вот увлажнение однозначно эта линейка дарит, а у нас еще тут восстановление интенсивное, нет, интенсивное восстановление нет, но увлажнение есть. Опять же говорю, это подойдет для тех людей, которые не сильно любят силиконы, которым силиконы утяжеляют волосы, для тонких волос, для не сильно поврежденных. Для поврежденных, если вы любите силиконы, нужно искать что-то другое, но однозначно эта линейка имеет место быть. Дальше, раз уж я заговорила про волосы, покажу вам классный продукт от Миролы, несмотря на то, что никотиновая кислота от данного производителя, ну, в 90% случаев вызывает аллергическую реакцию, я не знаю почему, вот эта вот штука очень-очень крутая. Это касторовое масло для роста волос, восстановления, укрепления и блеска. Оно копеечное вообще, девчонки, я его достаточно долго, раза 3-4, так точно, перед мытьем наносила на корешки, массировала пальчиками и затем по всей длине тоже так же наносила. Чем отличается касторовое масло от обычных масел? Во-первых, оно достаточно плотное, оно очень похоже на пластилин, то есть, когда вы его наносите и распределяете по своим волосам, оно очень тяжело вот так распределяется, как вот такой жидкий пластилин. Но, если правильно его подогреть, вообще любые масла нужно подогревать, но не разогревать, подогревать на водяной бане до теплого состояния. Никогда не кипятите масло, никогда не доводите до горячего состояния, иначе, во-первых, вы получите ожог при нанесении, а во-вторых, вашим волосам это не пойдет на пользу. Любое масло разогреваем на водяной бане, оно становится тепленькое, наносим под полиэтиленовую шапочку на час-два, ну, если нет времени, то хотя бы минут на 30. И все отлично, хорошечно. Тут у нас что? Удобный формат. Это первый момент. Мне очень понравился формат, и хватит вам его надолго, потому что благодаря вот этому носику, ну, что-то сегодня фокус играется со мной, благодаря вот этому носику хорошо распределять, дозировать. Отличное масло, вот серьезно. Мне понравилось. И работает оно на волосах тоже хорошо. 65 мл. Опять же, как и кокосовое масло, не нужно его использовать постоянно. То есть раз в 10 дней, отлично. Опять же, за счет своей текстуры оно тяжелое. И если постоянно его использовать, то, мне кажется, все равно рано или поздно волос начнет выпадать. Как и от кокосового масла, есть тенденция к тому, потому что это одно из самых тяжелых масел, есть тенденция к тому, что волосы начнут от тяжести выпадать. Особенно это касается тонких волос. Дальше, что я вам покажу, что у нас тут есть для лица. Для лица, ну, сначала покажу вам универсальный такой многофункциональный бальзам, про который я вам все уши прожужжала и пост в Инстаграме есть, во влогах показывала. Это многофункциональный бальзам от марки Men Care. Я так правильно произнесла, я так думаю. Это у нас с мятой. Есть еще с фруктом каким-то и просто классический, то есть без ничего. Устраняет сухость, шелушение, интенсивно ухаживает и смягчает. Вот такой бальзам. Стоит 100 с копейками рублей, даже до 100, девчонки, точно. В ленте. Его можно найти объем 40 мл. И это такой достаточно плотный продукт. Можно наносить на локти, можно наносить на губы. Опять же, если у вас нет никакой аллергии на ментол, то, пожалуйста, есть еще классические версии. Можно взять вообще абсолютно, он без запаха будет. И все будет нормально. По поводу этого я знала прекрасно, что тут ментол. Он ощущается как одушка и на губах такой, знаете, покалывающий эффект. Даже если наносите на локти или на какие-то другие сухие участки, так как это многофункциональный бальзам, то чувствуется такое легкое покалывание. На губах это такой, знаете, эффект увеличения губ. Конечно, это и все утрировано, но тем не менее. Реанимирует просто буквально за полчаса. Это обалденнейшая вещь на зиму. Девчонки, присмотритесь. Это действительно копеечный продукт, который, мне кажется, даст фору. Какими там бальзамы сейчас самые популярные? Пюр Пау Пау, еще что-то. Мне кажется, это отличный бюджетный аналог. 100 рублей, все счастье. Отличная вещь. Что еще сказать? Дальше. Раз уж я заговорила про ленту, покажу вам тоник, который мне действительно понравился. Но что самое интересное, тут мнения разделились. Многие мне написали личные сообщения в ВКонтакте и в Инстаграме. Я читала парочку, что именно этот лосьон им не подошел. Лосьон, тоник, неважно. Но мне он подошел идеально. Это у нас что? Тоник, очищающий для чувствительной кожи 500 мл. После демакияжа мицеллярной водой нанесите тоник на ватный диск. Бережно протыть лицо и шею, не требует смывания. Это у нас Польша, если я не ошибаюсь. Или не Польша? Сейчас, наверное, я ошиблась. Сейчас скажу вам, кто производит. Где, где, где? Испания. Вот такой тоник. Большой объем стоит 180 рублей по карте лента. Тут 500 мл. Мне очень понравился формат. А душка у него абсолютно нейтральная. Чем-то напоминает, знаете, универсальные кремы для лица. Может быть, у Невея такая душка. Универсальный крем, я имею в виду Невея. Самый популярный. Еще у кого-то есть. Ну, в общем, этот тоник не вызвал у меня прыщей. Этот тоник не вызвал у меня закупор-купор. Мне нравится большой объем. Мне нравится, что это бюджетная стоимость. Что еще нужно для полного счастья? Есть еще такой розовый. Но я уже, когда поехала второй раз в ленту, розового уже не нашла. Думаю, ладно, у меня есть зеленый. Мне его хватит надолго. Розовый, по-моему, он то ли с розой, то ли еще с чем-то. И что самое интересное, этот тоник создает какую-то... Ну, такая не чувствуется эта пленочка на коже. И благодаря нее можно фактически не наносить крем. То есть, он такой, знаете, полуочищающий, полувлажняющий. Ну, мне кажется, тут в составе есть глицерин 100%. Поэтому, да, не всем подходит из-за вот этой вот пленки. Но меня она никак не смущает. Мне подошел этот тоник идеально. Дальше. Умывашка. Мне очень-очень понравилась вот эта умывашка. Точнее, очищающая пенка от Avon True. Нутроэффект для комбинированной жирной кожи. Многие мне написали про то, что тут 150 мл. Вот. Многие мне написали про то, что эта пенка им очень сильно иссушила кожу. И тут я процентов на 30 согласна. Да, эта пенка сушит кожу. Она ее очищает очень хорошо. Несмотря на то, что это такая муссовая текстура. Она ее очень хорошо очищает. Но она, да, она сушит кожу. И какой нюанс. Какой эксперимент я провела. Да, произвела, хотел сказать. Провела. В общем, я стала этой пенкой пользоваться раз в 3 дня. И у меня отличное состояние. То есть она прям вот очищает кожу до скрипа. И конкурировать может с любыми корейскими умывалками. С ней нужно быть аккуратно. Но, однако, она очень хорошо очищает. Вот прям обалденная пенка. Я ее, наверное, скорее всего, повторю. Объем 150 мл. Очень такая плотная пена. Минимальный фактический расход. Одного нажатия хватает, чтобы умыться полностью. Отличная. Просто отличная. И девчонки, которые давно... Обладательницы жирной кожи, которые давно ищут какую-то себе достойную пенку. Которая не просто будет возюкаться. Вот косяк всех пенок. Вот я что заметила. Они просто какие-то, знаете, воздушные. И фактически ничего не очищают с кожи. А вот именно эта пенка работает по хардкору. Да, это понравилось мне очень. Дальше. Раз уж я заговорила про Avon, девчонки, покажу вам свой любимый корсет, который я сейчас ношу каждый день. Стоимость этой туалетной воды 400 рублей. Но она мне настолько нравится. Я не знаю. Просто обалденнейшая. И Мари Корсет называется. Вот такая туалетная водичка. Опять же, я показываю вам парфюм для любителей Avon. Avonовского парфюма. Она очень, очень концентрированная. Эта туалетная вода сначала раскрывается такой сладкой, сладкой свежестью. А затем у нее появляется горчинка, которая держится на вас где-то часа 2-3. И затем снова переходит в сладкую ноту. Я не умею описывать ароматы, но это действительно стойкий, хороший аромат парфюм. Точнее, туалетная вода. Поэтому, если любите сладкие, то присмотритесь. Так, и последние два продукта, которые я вам покажу, мои фавориты. Пудра. HD пудра от Evelyn. Я давно искала себе транспарентную пудру. Правильно назвала. Фиксирующую для лица. Это у нас с эффектом soft focus. Мягкий фокус. Вот такая пудра. Стоит она в районе 300 рублей. Очень бюджетная. Она обычная, вот такая прозрачная. Не буду вам открывать показ, потому что сейчас все разлетится. Я буду вся в этой пудре. Чуть-чуть стоит нанести на кисточку. И вот такими промакивающими движениями на Т-зоне зафиксировать макияж. И у вас действительно становится лицо такое, знаете, как наполированное. Если так можно выразиться. Поэтому эту пудру тоже очень рекомендую обладательницам жирной кожи, обладательницам комбинированной кожи. Для сухой, мне кажется, чуть будет подсушивать. Потому что она такая суховатая. Но мелкого помола, что немаловажно. Основной косяк всех бюджетных производителей вот таких вот пудр, это то, что у них очень крупный помол. Этот нет. Этот очень такой мелкий. И последнее, что покажу, это у нас камуфляж Эссенс. Консилер, который подойдет, мне кажется, только для обладательниц жирной кожи. И для маскировки каких-либо воспалений, высыпаний. Он называется Тату. У меня оттеночек 0,10. Вот так вот он выглядит. Сейчас, ну-ка, фокус-фокус. Вот. Вот так вот он выглядит. Стоит он 200 с копейками рублей. В основном Эссенс представлено в рубль-бом в свободной продаже. И что могу сказать, я использовала этот консилер и как базу под тени. Очень хорошо держит тени. Но, опять же, не советовала бы это делать, потому что подсушивает просто феноменально, мне кажется. Вот сохнет кожа, от него просто жесть. Как? И под глаза, если вы обладательница с сухой кожей, однозначно тоже нет. Но он мне отлично подходит. Он прекрасно распространяется. Он самофиксирующийся. То есть его не нужно припудривать. Вот что я заметила, по крайней мере, я тестировала. Но я все равно припудриваю вот этой вот пудрой от Эвелина. Мне прям отлично. Так что, девчонки, кто обладательница жирной кожи, кто обладательница воспалений, высыпаний на коже, присмотритесь. Так как в составе есть спирт. Тут, кстати, очень удобный спонжик, что я заметила. Консистенция жидкая. И в составе присутствует спирт. Это прям вот чувствуется сразу же. Идет, бьет в нос именно эта спиртовая основа, если так можно выразиться. Но сам консилер у меня понравился. И я его буду повторять 100%. Для жирной кожи он идеальный. Все мои куколки. Вот такая была у нас подборка бюджетной косметики. Где-то до 400 рублей. Я надеюсь, вам мой видеоролик был интересен и супер полезен. Если же это так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если сделали этого раньше. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Смотреть их первыми. Жду вас в описании. Там ссылочка на мой инстаграм. Проходите, подписывайтесь. Ну, а я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok